Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на танке Леопард-1. Очень грамотное сражение на довольно-таки непростом танке, но все-таки полезно, я думаю, многим будет посмотреть, как нужно действовать на этом танке. Не только, чтобы сидеть в кустах и настреливать издалека, но и чтобы действовать все-таки более-менее на острие атаки. И, друзья, сегодня у нас довольно много новостей, и они очень важны, и поэтому рекомендую ознакомиться. Итак, одна из новостей – это выход нового танка, объекта 452К, танк 10 уровня. Соответственно, танк делается как для мира танков, так и для World of Things. Соответственно, какие варианты появления данного танка? Я думаю, самый такой вот понятный и вероятный вариант – это конструкторское бюро, которое, скорее всего, может быть и в этом году, а может быть и уже в начале следующего года. Потому что, в принципе, это событие весьма даже полезное для разработчиков, если вы понимаете, о чем я в денежном эквиваленте, я думаю, заходит на ура. Ну и, ко всему прочему, сами игроки как бы не против покупать танки, хоть и за очень дорого, готовы даже переплачивать за номер. Ну, что из себя данный танк представляет, я, к сожалению, пока что не знаю его характеристики, но внешний вид, конечно, у него эпичный. Чем-то напоминает немножечко ИС-7, только другого какого-то варианта. Так что, может получиться действительно стоящий танк. Так что, будем ждать. Может быть, конечно, и не конструкторское бюро, я не утверждаю это, я всего лишь предполагаю, говорю вам честно. Но получить советский хороший танк всегда приятно. И, друзья, также хотелось бы отметить то, что в последнее время довольно немного лайков набираются под видео. Я понимаю, что не все хотят ставить лайк. Кто-то просто забывает, кто-то просто не хочет. Но все-таки, если видео хоть немного вам нравится, то, пожалуйста, поставьте лайк. Ну и подпишитесь, если, соответственно, еще этого не сделали. К тому же, в этом видео, как всегда, разыгрывается золото, тысяча золота или больше. Скорее всего, даже больше можно выиграть. Там 2-3 тысячи люди выигрывают спокойно золото. И для этого всего лишь нужно написать комментарий и в комментарии указать свой игровой ник. Комментарий должен быть по теме видео, то, что тут изложено. И ник должен быть только с мира танков, то есть с русского сервера. Такие вот дела. Ну, а на вашем экране скриншоты данного нового танка. Чем-то он напоминает отчасти ПТ-САУ, потому что такая вот вытянутая башня, что, в принципе, может означать очень мощное вооружение. И, друзья, соответственно, если еще есть у вас возможность, то подписывайтесь на телеграм-канал, потому что сегодня вышел бонус-код. Ну, а оперативнее всего я могу опубликовать его именно в телеграме. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Водхаб. Попробуем выиграть ценные призы. Премиум танки и золото. И будем надеяться на лучшее, конечно же, потому что нам еще остается. Так, 500 золота, это маловато, конечно, для начала. 2 500 золота уже гораздо лучше. Ну, может, сейчас прям танк выпадет. Смотрите, я думал, что я пророк, но нет. К сожалению, прям танк не падает. Вот сейчас падает. Ну, шестой уровень. В принципе, не так уж и густо, но и не пусто. Так что будем дальше крутить. И все, наверное, сейчас будем заканчивать. Еще пару круток. Еще золота. Ну, все, будем заканчивать. Мне хочется прям танк все-таки. Хотя бы шестого уровня. 2 500 золота еще. Как думаете, выпадет прям танк? Похоже, не выпадет. Так, счет еще золота. Ну, вот сегодня какие призы у нас, друзья. Если вы тоже хотите испытать свою удачу, то вот, соответственно, специальный промокод. Можете его отсюда скопировать и использовать для получения голды на сайте. Примтанк Кирвиц 1, 8 уровня тяж. Можно получить абсолютно бесплатно и навсегда. Но не всем, а только тем, кто не играл 100 дней или более в мир танков. Такая вот акция с 20 сентября до 20 октября сейчас работает в игре. В принципе, акция весьма выгодная, потому что прям танки просто за вход в игру раздают очень редко. Тут понятно, что Леста, ну, так скажем, расщедрилась и решила вот так вот раздать такие вот подарки тем, кто, соответственно, ушел из игры. Только вот удастся вернуть этих игроков в игру, и насколько удастся, если все-таки удастся, потому что человек может зайти, забрать танк и также выйти. Ну, может там сыграть несколько боев, в жопу подгорит и уйдет опять. Это еще вопрос. Но также есть еще хорошая новость для тех, кто будет пользоваться этой акцией. Ну, может быть, кто-то будет пользоваться на твинке на своем, потому что твинков хватает у многих, даже у меня есть, если честно. Соответственно, если танк у вас данный есть, не у всех, конечно, он присутствует, но мало ли, тогда в таком случае вы получите компенсацию 11 тысяч золота. Что хватит на танк 8 уровня, другой какой-либо там в премиум магазине. Линия фронта, скорее всего, вернется на 7 уровнях. По крайней мере, такая вот информация о том, что, соответственно, хотят попробовать разработчики линию фронта на 7 уровнях, извиняюсь. То есть, восьмых уровней там вообще не будет, только семерки. Зайдет ли это, ну, сложно сказать, потому что в основном в линию фронта играют для того, чтобы прокачивать технику, либо фармить серебро. Ну, есть, конечно, танки седьмого уровня, которые нужно качать, но вот именно премиум техника седьмого уровня, она зачастую не такая уж и прибыльная, как хотелось бы. Да и ХП у седьмых уровней гораздо меньше. Итак, заслуженная награда подтвердилась. 13-й год игры уже идет для ветеранов игры. И, соответственно, можно будет получить такую вот медальку. И с 1 декабря до 30 ноября 2024 уже года можно будет заполучить эту награду. Ко всем прочему, я уже говорил в прошлом видео, но вдруг вы не в курсе, также еще подарком будет новый премтанк шестого уровня, ВК-3601 Хенши, тот самый танк, который раньше очень жестко нагибал на своем коническом орудии. И, соответственно, разработчики помнят эти времена, видимо, и возвращают данный танк в виде подарка. Также изменится в патче 1.22.1 стоимость усовершенствованного оборудования за боны. Вся, вернее, все вот эти вот лоты оборудования будут одинаково стоить по 5000 бонт. То есть не будет такого, что какое-то оборудование там дороже, какое-то чуть дешевле. То есть все оборудование будет стоить дороже. Вернее, не так, что дороже, а усреднено. То есть все оборудование будет по одной цене по 5000 бон ко всему прочему есть тут один нюанс это то что изменится также стоимость предбоевых инструкций за боны поэтому лучше закупить сейчас потому что в дальнейшем будет дороже вот именно инструкции скорее всего подорожает также уберут категории ну вот эти вот группы инструкции где сразу много инструкций вот этих боновых там на досылатель например там до вентиля и тому подобное все это будет убрано то есть можно будет купить но дороже немножечко ну а так именно оборудование вот это вот дорогое за 5000 бон она будет всегда за одну стоимость неважно какое оборудование все все по 5000 бон на этом все друзья спасибо что досмотрели до конца желаю вам удачи пока